Без официйной посады, але с полномодствами. Некольких годов тому в Следшем комитете заявилися позаштатные супрацовники. Сегодня они працуют во всех отделах кожного региона. Какие у них обовязки и как эта праца допомагают в жизни, доведалась Вероника Гамзюкова. Позаштатные следствия заявилися в нашей стране в конце 2016 года. В метах этой практики – отбор профессийных кадров взлик у наибольшей задольных кандидатов. Просить стажировку в Следшем комитете может любой полнолетний беларус, у которого есть юридичная эдукация, а любой он отримливает ее. Кандидат должен иметь становочую характеристику с места праца и учебы, а также у его биографии должен отсутствовать криминальный администрационный переслед. Введенный в конце 2016 года Институт внештатных сотрудников Следственного комитета, на сегодняшний момент это действенный механизм ранней профориентационной работы, которая осуществляется у нас на местах. Потому что в период деятельности кандидата в качестве внештатного сотрудника он имеет реальную возможность ознакомиться со спецификой работы следователя, познакомиться с коллективом. Ну а коллектив и руководитель следственного подразделения присмотрятся к нему и изучат его деловые качества. Тем самым примет для себя решение, необходим ли такой молодой специалист в дальнейшем следственном подразделении. У Гомельской области за три года стажировку пройшли 107 человек. 25 из них стали супрацовниками следчего комитета. Кандидаты узнаемятся спецификой и умовами працы следчих, им допомагают набить профессийные навыки и применять теоретичные веды на практице. В мою работу входит осмотр вещдоков. В этом ведомстве я только недавно, и поэтому некоторые задания мне могут сейчас не доверять, но в дальнейшем вполне. Вядома застаются на стажировцы в следственном комитете далеко не все. Коли кандидат начинает не дбай наставиться до обовязков, его отличают. Однако, коли у стажера есть жадания, его зауважают и доручают больше отказные задания. Это приобретение знаний, навыков, которые просто необходимы для того, чтобы непосредственно приступить к работе. Особенно, если есть желание и привлекает эта работа. То есть, это обязательно. Без этого, ну, я считаю, что не получилось бы так работать и вникнуть в работу эту непосредственно. Это очень интересно, увлекательно в плане получения знаний, помощи в университете в том же, потому что знания приобретаются на практике, а университет все-таки эти навыки не дает практически. Виктория Васильевская в следственном комитете трапила как практикант. Профессия ей сподобалась, и она на протяжении года была волонтером и оказывала посильную допомогу. Коли появилась возможность попробовать свои силы в роли позаштатного супрацовника, сразу погодилася. С часом девчина сразумела, шлях следственного это и есть. Сегодня она расследует гучные коррупционные справы. Теперь Викторию ставит в приклад доброохватника. Виктория Васильевская из числа молодых следователей, прибывших к нам для прохождения службы из Гомельского городского отдела, в настоящее время она зарекомендовала себя уже к сегодняшнему дню с положительной стороны. Она участвует в расследовании не самых легких уголовных дел. Сажировка в ведомстве безумовно мает свои плюсы. Коли на одну вакансию отгукнутся несколько человек, то приоритет будет у того, кто был позаштатным супрацовником. Как трапить у рады доброохватника у следчего комитета, треба звернуться в отделение СКА по месту жихарства. Человекам проведуть гутерку и призначать ему куратора, после чего кандидат может приступить до працы. Вероника Гомзюкова, Игорь Марышченко, отеля радиокомпания Гомель.